Невеская распаковка Огненные драконы могут вызвать извержение вулкана А водяные драконы могут создать огромную волну Привет, парни! О, а что умеют земляные драконы? Рад, что вы спросили Невеская распаковка Привет, друзья! Меня зовут Вадим И сегодня у нас легендарные драконы Каждый дракон принадлежит к одной из трех стихий Тут синий ящер Он повелевает родниками Выглядит красиво У него на спине острые шипы Но они мягкие Ну и конечно же, игрушка хорошо тянется в разные стороны А еще у него антистресс брюшка А все потому, что он наелся вот таких шариков Говорят, если посадить зуб этого дракона в землю То вырастет еще один дракон Его зовут Андриан А вот все три фракции В каждой по четыре представителя Интересная коллекция Тут зеленый Он обитает в сельской местности И может разозлиться и психануть Если ему угрожают А еще у него прикольные пупырки на спине И он меняет цвет под ультрафиолетом Но эксперименты, как обычно, чуть позже Ториер Какая рептилия в этом пакетике? Это прям водоплавающий ящер У него и плавники, как у рыбы И хвост вот такой обалденный Все тесты по растяжению драконы легко проходят Его зовут Эббит, что переводится как Бездна Прикольно, что внешне эти существа прям сильно различаются Этот, кстати, напоминает мне одного огненного покемона Хотя, в принципе, это классический образ дракона У него есть большие крылья И он, конечно же, умеет летать А зовут его Фрагор Следующий Ого, какой красавец Он живет у побережья И, судя по описанию, лучше ему на глаза не попадаться С ним мы тоже потом проведем интересный эксперимент Луидор У нас уже три водяных дракона А этот, похоже, земляной Он даже может разрушить горы, когда машет своими огромными крыльями Его имя Рог Скала Надеюсь, мы сегодня всех соберем О, этот вообще забавный Четырехногий У него нет крыльев Но зато есть булава на хвосте А еще он умеет дуть пылающим пламенем Порту Друзья, как вам эта коллекция? Вот это поворот Удивительно Но нам попалась повторка Но ничего, бывает и такое А это, похоже, брат Андриона У него тоже есть клюв и острые шипы на спине Его зовут Фурекс А еще он светится в темноте Осталось три пакетика Такого не было Говорят, что он достигает 60 метров в длину То есть раз в пять больше тираннозавра Он создает огромные волны Когда пролетает над водой А еще он добрый и миролюбивый Зовут его Вотерер Что переводится как Паилка Осталось найти одного огненного и двух земляных зверюк Это могущественный огненный дракон Он очень опасен Но с ним можно подружиться Фаерекс Ну и последний сюрприз Зеленый Выглядит прикольно Что-то вроде носорога У него огромная пасть И даже язык сделали правдоподобный У него на спине хитиновый панцирь Как у креветки Живет этот ящер в пещере И по легендам охраняет огромные сокровища А зовут его Терремор Ну а сейчас увлекательные эксперименты Поместим Флюидора в холодную воду Кажется ничего не происходит Теперь окунем в горячую Он белеет Чудеса чудесные Ну и снова в холод Работает Но это еще не все Отгадайте Каким свойством обладает Фурекс Правильно Он светится в темноте Причем довольно сильно Отлично Ну и последний дракон С уникальным свойством Ториер Он меняет цвет на солнце У меня на улице пасмурно Поэтому я использую специальный Ультрафиолетовый фонарик Вместе с засветом Он становится фиолетовым Но этот эффект Довольно быстро пропадает Нужно что-то помощнее Фонарика Это ультрафиолетовая камера Для запекания фигурок Из смолы Я про нее рассказывал На канале Тяп-ляп Сейчас дракон Должен хорошенько загореть Как на солнце Ого Вот это он афроафриканец Лайк Если понравились эксперименты Ну и обязательно Напишите в комментариях Какого дракона Вы бы хотели Кстати Ссылка на эту коллекцию Есть в описании Под видео Ну а на сегодня все До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok